Ну что, друзья, после длительного перерыва возвращаюсь к своему каналу. Я очень хорошо так отдыхал все это время, больше месяца. Мы ездили в Грузию. Сначала мы заехали в Приольбрусье, там поселок Терскол, походили по горам, потому что мы в июне месяце уже там были, с женой вдвоем, а сейчас мы с сыном. Сыну показали то, что мы видели в прошлый раз, очень здорово. Потом мы пересекли границу с Грузией и встретили дочь, которая прилетела туда из Чехии. И все вместе, ну, какое-то время побыли сначала в Мцехете. Там было очень жарко, и мы поехали на море, потому что хозяин Бадри сказал нам, что лучше ехать в Кабулете. И мы поехали в Кабулете. В Кабулете было, ну, как бы, все хорошо, но не люблю я море. Это скучно, там делать нечего. И после моря мы поехали, ну, посмотреть разные достопримечательности, там горы походить, значит, с Халтуба какие-то пещеры и так далее. Об этом во всем я рассказывал на своем канале. Вот, ну, и дальше уже и дочери надо показать горы, поэтому мы решили доехать до гор, тот же самый Эльбрус, только с другой стороны, со стороны Грузии, вместе с дочерью. Вот, ну, и там у нас сломалась машина, так сказать, об этом я тоже рассказывал. Там масса приключений всяческих. Мы ехали на эвакуаторе до Кутаиси, там взяли машину на прокат, что тоже было очень интересно. И, ну, на этой машине отправили дочь 5 сентября уже назад в Чехию, а наша машина осталась в Кутаиси в ремонте. И буквально завтра мы с женой снова летим туда, уже через Минск, в Кутаиси с запчастями для нашей машины, у которой там, ну, двигатель вскрывали. Что я хочу сказать, что путешествия нужны не просто для того, чтобы отдыхать, а для того, чтобы искать новые возможности для бизнеса. И, наверное, на этом сейчас я немножечко акцентирую. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, смотрите, мы собираемся в путешествие, мы едем в путешествие. Деньги, прежде всего. Смотрите, карточки в Грузии не работают, российских банков. В никакой мир не работает, ничего не работает. Карточки российских банков не работают. Поэтому, значит, надо брать с собой, ну, как-то там решать проблему с деньгами. У меня эта проблема решена. Вы знаете, что в мае месяце я ездил уже в Казахстан, открыл карточку Каспи Банка. И там она вполне себе работала. То есть, я этой карточкой расплачивался всюду. И я с этой карточки снимал деньги, грузинские лари, если захочу. И первая возможность для бизнеса возникла сразу же при пересечении границы. Смотрите, при пересечении границы, ну, понятно, что в Грузии грузинский лари ходит. И курс грузинского лари оказывается где-то в районе там 23-24 рубля за лари. Официальный курс, ну, неофициальный курс, там можно обменять на границе рубли за лари. На границе это возможно. Да и в Грузии дальше тоже возможно обменять рубли на лари. Но там дают за 1000 рублей 40 лари. То есть, курс 1 к 25. Вот вам первая возможность для того, чтобы менять деньги. Смотрите, я мог просто элементарно снимать деньги из банкомата. У меня курс получается там сначала 23,5, потом вообще 23 рубля за лари. И продавать их, ну, не по 25, даже по 30 можно вполне себе продавать. Вот вам первая возможность для того, чтобы, ну, как-то прожить за границей. Я этим не занимался на самом деле. Вот. Вторая возможность, которую я нашел. Смотрите, в Грузии нужна страховка. И поэтому на въезде в Грузию, значит, надо купить грузинскую страховку. Грузинская страховка покупается. Там, естественно, ну, всегда есть на границе какие-то ларьки, которые продают эту страховку. И я пошел в один из этих ларьков, где продают грузинскую страховку. Он запросил за нее, нам нужна была на месяц, страховка, которая стоит 50 лари. Он запросил за нее 2200 рублей. Ну, я разделил 2200 на 50 и получил, блин, 44 рубля за лари. Понимаете, да? То есть, страховка, которая стоит 50 лари, мне втыкают за, ну, в общем, там, как бы, в 1,8 раза дороже. Ну, то есть, как бы, у меня не было варианта особого, то есть, как бы, а где еще купить? То есть, там, вот оно, так сказать, без страховки не поедешь, потому что обычно за границей только пересекаешь, значит, границу. Там тут же нарываешься на пост местной полиции, который проверяет, что в первую очередь, страховку. Вот, поэтому без страховки не уедешь, и поэтому, значит, здесь вот вынуждена такая штука. Я, значит, ну, немножечко посуетился там, побегал у парня, спросил, говорю, ну, что так дорого там и так далее. Он говорит, ну, если ты считаешь, что дорого, вот, возьми, зайди на сайт там соответствующей страховой компании, можешь оформить сам. А, я сказал, что у меня есть карточка казахского банка, и что мне не нужна страховка за рубли, и я могу заплатить ее в ларе карточкой. Он говорит, ну, если можешь, вот, зайди на сайт и заплати. Вот, ну, сразу могу сказать, что у меня это не получилось пока, и, собственно, после трех или четырех попыток заплатить казахской карточкой я плюнул на все и заплатил ему все-таки рублями. Но это возможность для бизнеса, понимаете? Вот, то есть, пожалуйста, есть соответствующий чат по пересечению границы, так сказать, там, в котором сидят все, и в котором сидел я в том числе. В этом чате я мог бы договориться, например, если кому-то нужны грузинские лари, пожалуйста, я мог бы продать людям грузинские лари в этом чате прямо непосредственно. А надо сказать, что на границе там очередь, ну, сколько там, ну, граница, мы прошли ее за шесть часов туда, из России в Грузию. То есть, за шесть часов я явно мог бы найти каких-то клиентов, которые, ну, недалеко от меня, например, значит, физически находятся, со мной пересекают. Я пересекаю границу, снимаю деньги, даю им и получаю рубли на российский счет, который, значит, они меня переведут, а я, соответственно, их переброшу на Каспий. У меня эта отработана процедура совершенно легко. Второй вариант, если научиться продавать страховки, то это вообще золотое дно. То есть, я беру и не 80% накручиваю, а, скажем, 50%, то есть, я вообще просто благодетель, сидя где угодно, хоть в Гватемале в какой-нибудь, я могу продавать грузинские страховки. Ну, сразу могу сказать, что пока у меня это не получилось, но мысль свербит. И я этим собираюсь, ну, заниматься, буду продолжать пытаться это сделать. Почему у меня не получилось, я не знаю пока. Технические проблемы решаются. Вот, ну, а дальше мы путешествовали, собственно говоря. Вот, ну, естественно, я платил там за жилье либо картой, либо, то есть, здесь проблем никаких нет. Цены там примерно такие же, как у нас в магазинах. Ну, то есть, я не присматривался. Да и продуктов очень много таких же, как у нас. Но, что я могу сказать насчет торговли? Ну, победнее там ассортимент, чем у нас даже еще. Вот сейчас у нас еще ассортимент совсем не обеднел. Там, конечно, и организация торговли хромает, и ассортимент тоже хромает, конечно же. Вот, ну, мы после Кабулети поехали, значит, посмотреть, куда там. Ну, сначала с Халтуба заехали, и там рядом находятся всякие достопримечательности, там пещеры какие-то, что-то еще. Мы там походили, посмотрели на все. Цхалтуба, может быть, вы видели там, я снимал там в развалинах советских санаториев видео, тоже очень интересно, так сказать. Полежали в Радоновом источнике, ну, да, прикольно. Вот, ну, и поехали, поехали в горы смотреть, дочери показывать горы в Сванетию. Ну, до Сванетии мы еле-еле добрались по серпантинам, машина наша не выдержала, она вскипела, там, ну, и так далее. Короче говоря, ну, один день у нас прошел просто в автосервисе, мы просидели и там пытались склеить термостат, который потек безуспешно, в общем сказать, потом вызвали, ну, как бы эвакуатор, оставили там машину, сходили на водопады и поехали дальше приключения уже в Кутаисе. Мы с Кириллом вдвоем на эвакуаторе, а женщину отправили на маршрутке. Ну, женщины как-то там справились, все нормально у нас получилось, и все нормально. Что было дальше? Дальше, значит, ну, естественно, двигатель быстро не делается, поэтому встал вопрос о том, что надо его оставлять. Мы договорились там с мастером о том, что оставим. И дальше, как выбираться из Кутаиси, ну, по крайней мере, до Тбилиси. Нам надо дочь отправлять из Тбилиси в... Ну, сначала в Стамбул, потом в Прагу она летела. А потом нам самим надо было как-то выбираться из Тбилиси уже до дома. Что мы решили? Мы, значит, долго думали, каким образом нам это сделать. Нас было четверо от Кутаиси до Тбилиси ехать. То есть, либо четыре билета на общественном транспорте, это во-первых. Во-вторых, значит, общественный транспорт, ну, мы привязаны, как всегда, к расписанию. Мы привязаны к... Ну, то есть, нас везут от места куда-то там до места. Мы должны таскать с собой свои вещи. Я не люблю это дело, я привык ездить на своей машине. Вот. А так как нас четверо, то я решил рассмотреть вариант взять машину в аренду. Ну, и было прикольно, как это сделано в Грузии. Каким образом это сделано в Грузии? Очень интересно. На самом деле, там, я не знаю, там типа каршеринга или еще что-то. Я зашел в интернет. Кстати, в Грузии все работает, значит, соответственно, там, Инстаграм, Фейсбук работает, Букинг Ком работает, ничего не заблокировано. Вот. Я зашел просто в интернет, и как снять машину в Грузии? Вот. Ну, там выскочило какие-то варианты, короче говоря. Я поручил это дело Кириллу, и Кирилл, Кирилл, который, в общем сказать, ну, сколько ему лет-то, он, скажете, еще молодой, вполне с этим делом справился полностью, значит, он снял машину. Все грузины ездят на Тойотах, Приусах, и я посмотрел, интересно просто было, сколько стоит этот Приус, и мне кто-то сказал, что Приус стоит, там, от 4,5 до 6 тысяч долларов. Что такое 6 тысяч долларов? Сейчас курс доллара, вы знаете, 60-61 рубль за доллар, то есть 6,636, 360 тысяч. И я задумался, блин, а может быть нам стоит просто купить машину в Грузии, 360 тысяч? Я посмотрел, сколько эта же машина стоит в России. В России она стоит, там, ну, от миллиона, там, миллион двести обычно, до полутора миллионов рублей стоит. Ну, нетрудно посчитать, что миллион рублей, если мы разделим на 60, то получится 16 тысяч долларов. А в Грузии мы такую машину купим за 6. То есть, соответственно, она в два с лишним раза. И я тут начинаю вспоминать различные истории о том, что сейчас параллельный импорт, там, значит, там поддерживается и так далее, что отменены там таможенные пошлины, значит, и вообще все хорошо, значит, и я думаю, вот он бизнес еще один, будем гонять машины из Грузии. Ну, то, что было в начале 90-х, когда вот только-только открывался железный занавес, там, если вы знаете, был целый бизнес, перегонщики машин. То есть, гоняли иномарки из-за границы. Ну, вот оно все возвращается, думаю я, и, значит, начинаю выяснять, насколько же все это легко сейчас сделать, и, ну, как бы, насколько все это наше руководство страны поддерживает параллельный импорт, и как все это здорово. Вот, у меня все есть, как бы, деньги есть, машину я могу купить, водить я умею, опыт у меня есть, и я думаю, ну, хорошо, вот сейчас мы две машины купим с Кириллом, и, значит, пригоним две машины сразу. И если гонять там, ну, если достаточно быстро продавать, не жадничать, то, в общем, сказать, можно гонять эти машины по два раза в месяц туда, обратно гонять, и, в общем, сказать, вообще все в шоколаде, а потом думаю, так, можно, значит, организовать каких-то, так сказать, ну, кучу водителей, и, так сказать, там денег станет больше, и так далее, и так далее, вот, ну, как бы, я стал узнавать, что у нас с импортозамещением и с таможней. Ну, и тут я выяснил, что, в общем-то, полный швах у нас с этим делом. Ничего не изменилось с таможней, абсолютно. Все разговоры про импортозамещение, это в пользу бедных, грубо говоря. А, надо по-прежнему платить 3,5 евро за кубик, если, ну, это, Toyota Prius, это гибрид, и вроде бы экология там, и так далее, и так далее, блин, 3,5 кубика за, 3,5 евро за кубик, а кубиков там 1,8, то есть, 1800 кубиков кубических сантиметров, соответственно, умножаем на 3,5, и получается еще, в общем-то, почти 6 тысяч долларов, плюс кнопка GLONASS, которую, вроде как говорят, отменили, вот, ну, там отменили, не отменили, кнопка GLONASS, ну, вопрос в чем, геморрой и 30 тысяч рублей, в общем-то, так, кнопка GLONASS стоит, вот, ну, геморрой, там где-то, там надо ее устанавливать, какой-то договор показывать с кем-то, так сказать, каким-то жуликом переплачивать, какие-то бешеные деньги, ну, это самые 30 тысяч, потому что она стоит реально там тысяч 5, вот, это тоже, кстати, бизнес-установка кнопок GLONASS на автомобиле, вот, ну, и там целый, так сказать, целый ворох этих бизнесов можно придумать, например, значит, там поставка запчастей и так далее, и так далее, но все убивает вот эта вот самая растаможка, то есть, растаможка, это, как я уже сказал, 3,5 кубика, так сказать, там, ну, больше 7 лет машины за 1 кубический сантиметр двигателя, плюс вот это вот GLONASS, плюс что-то еще, плюс услуги таможни, полторы тысячи рублей, и сверху на все это, плюс контрактная стоимость, сверху на все это, НДС надо заплатить, ну, НДС как бы платится, это стандартно, он всюду платится, НДС у нас, напоминаю, 20%, то есть, мы платим, сколько там, 1,8 на 3,5 получается, на 1800 на 3,5, 540, что ли, 5400, да плюс еще 900, это 6000 еще, то есть, стоимость машины удваивается, и плюс на все это еще 20%, ну, это как минимум, да, то есть, 6000 долларов умножаем еще на 20%, еще 1200, 7200 долларов надо заплатить, вроде как, за таможню сверху, ну, как бы, все становится не так весело, да, и это еще не самое интересное, самое интересное, что я, ну, не могу заранее посчитать, в принципе, сколько с меня возьмут, вот, но при этом я должен предполагать, сколько с меня возьмут, и к моменту подъезда к таможне я должен перевести эти деньги на свой, там, лицевой счет куда-то там, таможне отдать, то есть, государству заранее отдать деньги, причем с избытком, потому что, если этих денег не хватит, то государство скажет, ну, вот, так сказать, такая сумма у тебя, а тут не хватает немножечко, давайте мы, значит, это самое, давай докидывай на этот счет деньги, а мы, пока, так сказать, денег не будет на счете, мы тебя не выпускаем, и, значит, я торчу там при 30, там, 6-ти градусной жаре, значит, в антисанитарных условиях, непонятно где, непонятно чем питаюсь, но при этом, значит, деньги я посылаю из России, значит, через банк, банк обрабатывает их в течение дня, деньги приходят на таможню тоже в течение дня, потом, значит, еще один день на таможне, значит, там бухгалтер разносит их куда-то там по лицевым счетам, и эти дни должны быть рабочие в рабочее время, если это в нерабочее время или после 16-ти, то все переносится на следующий день, то есть, они говорят, что, ну, 5 дней платежи идут до таможни, то есть, я должен заплатить, ну, там, с хорошим, с хорошим запасом деньги, туда государству отдать аванс, предоплату, вот, и при этом они говорят, ну, если ты переплатил, то мы обязуемся вернуть тебе не позднее, чем недели через 2-3, где-то так, то есть, я должен предоплату давать за 5 дней до того, как я приду на таможню, а государство мне, значит, это самое, когда-нибудь обещает их вернуть, когда-нибудь, вот, буквально, таким словами, ну, короче говоря, я посчитал, почитал отзывы какие-то, почитал, как люди, там, сказать, 5 дней на границе проводили на таможне в ожидании вот этих всех процедур, и я что-то подумал, думаю, ну, ну, ее нафиг, так сказать, и так, сын уже пропускает учебу на неделю, соответственно, мы этим не стали заниматься пока, вот, сейчас, завтра я лечу туда, и, значит, думаю, не купит ли мне там аккумулятор для этого Prius, который, вроде как, не надо растамаживать, и, соответственно, тогда, а самая ценная деталь в этих Prius, это, конечно же, аккумулятор, вот, ну, я тоже сейчас читаю там таможенные правила, там, вроде, до 1000 долларов не надо растамаживать, ну, боюсь, что он выйдет дороже, чем 1000 долларов, вот, так что, вот такие у меня результаты, ну, а что по поводу фондового рынка и так далее, ну, на самом деле, за месяц ничего не изменилось, я за этим следил постоянно, я, там, передвигал свои позиции, опционная стратегия, она там не быстро действует, но, на самом деле, давайте посмотрим, что же происходило за это время на фондовом рынке, а на фондовом рынке за это время, вот, сейчас USD рубль, посмотрите, вот, полный стабилизет со 2 августа, мы уехали 17-го, где-то, 18-го, 19-го августа, полный стабилизет, и, в общем, сказать, ничего ровным счетом не происходило, то есть, ну, я так и прикидывал, и смотрю, значит, специальная операция в Украине, как-то вот она в каком-то затишье, так сказать, не там, не там никакой активизации, значит, там все там собирали силы и так далее, вот, и поэтому, в общем, так сказать, там ничего и не предвиделось, поэтому можно было ехать спокойно в августе месяце, ну, и к тому же, там, у жены по работе тоже, значит, там бухгалтерия, так сказать, тоже она сдала в июле месяце, и, собственно говоря, дальше мы готовились, то есть, ничего особенного не происходило, соответственно, никаких, так сказать, движений резких нету, здесь, ну, когда, ну, как сказать, мертвые не потеют, что называется, то есть, когда рынок умер, значит, там с него и взять-то ничего нельзя, потому что нет никаких резких колебаний, потому что нет никаких резких движений, Вот. А резкие движения сейчас во время военной операции, они вполне себе возможны. И здесь, конечно, надо следить. Поэтому я буду следить. И у меня есть еще одна новость. Опять же, объявлен конкурс. Тот самый лучший частный инвестор, который был в прошлом году, в котором я с успехом, в общем-то, профукал все, значит. И, соответственно, сейчас я вот сегодня подал заявку снова на участие в конкурсе «Лучший частный инвестор». Я думаю, что вот такая вот ситуация. Лучший частный инвестор, он идет с 15 сентября вроде как до 15 декабря. Итоги подводятся. Ну и там самое главное, в общем-то, сильно не потерять. Ну а для того, чтобы стать каким-то победителем в этом конкурсе, там где-то в прошлом году было что-то 70% заработать. Было достаточно для того, чтобы там как-то вот занять достойное место в этом конкурсе. Сейчас 70% вряд ли реально, но кто знает, что будет до декабря. Поэтому я подключился туда. Вот, что по поводу всяких ценных бумаг и так далее. Вообще мертвяк. Буквально вчера было, я в чате всем скинул новая встреча, руководство, открытие брокер с инвесторами. И я там не присутствовал, потому что у меня нет машины. Встреча была с 19 часов до 21, грубо говоря. Я уже не успевал на последнюю электричку. Я живу не в Москве. Мне от Москвы добираться 2 часа. Поэтому без машины, в общем-то, на электричках там тяжеловато мне на самом деле. Потому что я и живу-то не совсем в городе, а чуть-чуть за городом, в лесу. Поэтому тяжеловато. Я там не присутствовал, но конференция есть в онлайн. Запись уже выложена. Запись я скинул в свои чаты. Если вы не подключены к этим чатам, подключитесь, пожалуйста. Сейчас вы увидите, ну, как бы, как это сделать. То есть в Телеграме это очень легко. Вот. И пересмотреть. Ну, а кратко я могу сказать так, что все акции иностранных эмитентов по-прежнему заблокированы. Все ГДР и АДР по-прежнему заблокированы. То есть здесь движений особых нет. Они там отчитываются о том, что они там, ну, проводят какие-то мероприятия, что-то там собирают, какие-то лицензии куда-то обращаются. Ну, в общем, ВОЗ и ныне там, и инвестиционная палата тоже самая, значит, там ничего там, никаких подвижек, никаких, ну, в общем, доступа к своим ценным бумагам мы не имеем. Ну, а раз не имеем, значит, можно, есть два варианта. Можно рвать на себе волосы, а можно просто расслабиться и ничего не делать, потому что, ну, ничего, если ничего не можешь сделать, никак не можешь повлиять на ситуацию, то что? Об этом беспокоиться, надо просто взять и уехать в отпуск, что я и сделал. Вот, что еще я могу сказать, что, ну, в общем, я надеюсь, что это все, так сказать, закончится когда-то, разблокируется все и так далее. Ну, судя по всему, к тому все и идет. Ну, а завтра уезжаю, и, ну, я думаю, что я рассказал все, что я хотел на сегодня. Лайк, подписка, оставайтесь на моем канале. Своё участие в конкурсе я буду, ну, освещать, по крайней мере. Я надеюсь, что я достаточно быстро вернусь из Грузии, если меня по пути не посадят за мою позицию в этом самом, в Минске. Я лечу через Минск. Вот, буду держать вас в курсе. Да, и обо всех своих приключениях я снимал видео, буквально, так сказать, постоянно выкладывал в своем канале про путешествия. И многие туда подписаны. Если вы еще не подписаны, подпишитесь прямо сейчас. Сейчас вы его увидите. Подписку на мой канал о путешествиях. Ну, а я с вами прощаюсь. До свидания. До встречи. С вами был Деменков Юрий. Продолжение следует...